Добрый день, уважаемые коллеги. Напишите, пожалуйста, нам в чат, хорошо ли нас видно и слышно. Хорошо, тогда начинаем. Меня зовут Николай Тарабурин, я менеджер отдела продаж компании Axelot. Со мной этот вебинар будет вести Сергей Тарасов, консультант по направлению ТМС. Добрый день. Тема нашего сегодняшнего вебинара сразу в рейс. Как быстро и точно спланировать маршруты? О тайминге. Сначала я расскажу вводную часть, обозначу, так сказать, проблематику нашей темы. Затем Сергей расскажет нам о том, как именно решаются задачи маршрутизации в Axelot TMS X4. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, прошу писать их нам в чат. В заключительной части вебинара мы постараемся на них ответить. Еще совсем недавно многие компании воспринимали собственную логистику как сугубо второстепенную деятельность по перевозке продукции из пункта А в пункт Б. Сегодня же от транспортной логистики требуется значительное сокращение расходов компании, а также повышение ее конкурентоспособности. По сути, большинство логистических операций является услугами, которые предоставляются как внутренним, так и внешним заказчикам. Какие же качества требует заказчик от логистических услуг? В первую очередь, это, конечно же, скорость предоставления. Чем быстрее, тем лучше. Затем надежность. Для заказчика очень важно выполнение всех договоренностей точно в срок. Доступность. Это и простой сервис получения услуги, и удобное время и место получения доставки. И, конечно же, заказчик хочет быть уверен в том, что его заказ будет в безопасности и сохранности. Сложность современной логистики заключается в том, что нужно учесть множество факторов, влияющих на доставку. При этом часть из них предсказать заранее невозможно. Сколько будет у нас завтра заказов, по каким адресам, какова будет дорожная обстановка на маршруте в этот момент. Планируя вручную маршруты, логист вынужден держать в голове не менее десятка различных факторов. Это процесс трудоемкий, и он может занимать 3-4 часа рабочего времени. Тем самым откладывая отправку заказчику на полдня минимум. Качественно спланировать маршруты при условиях большого количества заказов может только опытный и профессиональный логист. При этом это такие же люди, как и все остальные. Они болеют, уходят в отпуск, переезжают, меняют место работы по каким-то причинам. Никакая компания не может себе позволить приостановить рабочую деятельность. При этом найти нового сотрудника и обучить его всегда проблематично. Эффективное планирование маршрутов в современном мире невозможно без автоматизации транспортной логистики. Наше решение Axelot TMS X4 позволяет быстро и качественно планировать маршруты, учесть все факторы, влияющие на качество доставки, улучшить свой логистический сервис, сократить расходы максимально эффективно, используя транспорт, как собственный, так и наемный. Более подробно о планировании маршрутов нам сейчас расскажет Сергей Дарасов. Сергей, прошу. Да, спасибо, Николай. Коллеги, продолжим тезис, так, презентация. Тема у нас планирования маршрутов. Тезисы сегодняшнего вебинара – это быстрая настройка параметров планирования для точного расчета времени работы водителей, учет стоимостного критерия как на этапе маршрутизации, так и на этапе подбора перевозчика, возможности поиска наилучшего решения с различными сценариями и планированиями и TMS как инструмент оценки эффективности установленных норм и обработки отклонений в режиме онлайн. Первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это как рассчитывается длительность рейсов и как на это можно повлиять. Из чего складывается длительность рейсов. Условно это можно разделить на две составляющие. Время на погрузочно-разгрузочные работы, это может быть погрузка в адресе отправления, а также разгрузка в точках клиентов и, соответственно, наоборот. И время в пути, то есть время, затрачиваемое на преодоление расстояния между точками. Начнем с первого пункта. Время на погрузку-разгрузку в TMS можно регулировать различными способами. Например, устанавливать время в разрезе категории адреса. Если адрес является точкой отгрузки, обычно это склад, тогда в зависимости от того, сколько обычно времени загружается транспортное средство, задаем ему устраненное значение. Например, в один час на выполнение работ погрузки. Если адрес является адресом клиента, а категория адреса, например, розничный покупатель, то условно можно сказать, что водитель сдает груз не более 10 минут. Тогда по рейсу, в котором она будет одна точка погрузки и одна точка разгрузки, время на работу составит 1 час 10 минут, плюс время в пути. Соответственно, когда две точки погрузки, две точки разгрузки, то 2 часа 20 минут. Кроме категории адресов, система имеет возможность в зависимости от бизнес-процессов учитывать время на работы в разрезе грузовых мест, будь это короба, палеты или прочая тара. Для каждого типа груза можно задать свое время погрузки. Погрузка одной коробки составляет 30 секунд, то 10 коробок 300 секунд, соответственно, это 5 минут. Конкурентом данному способу является учет времени с точностью до номенклатуры. В большинстве случаев это полезно, если перевозимый груз является крупногабаритным. Как пример, чугунный котел, который из-за своих размеров и веса нужно не только просто разместить в кузове транспортного средства, но и разместить так, чтобы влезла и другая номенклатура. Система позволяет это сделать. В случае, если предыдущие два способа не совсем подходят, например, время на погрузку увеличивается непропорционально к количеству погружаемой продукции, тогда можно устанавливать шкалы, которые будут определять время на погрузку в зависимости от количественных показателей. Например, погрузка 300 кг груза занимает 20 минут, а полутра тонн – 40 минут. Время увеличилось в два раза, а погружена продукция в несколько раз больше. Данные способы, которые я только что озвучил, они основываются на информации, которая указывается в заявке на перевозку. Категория адрес – это, соответственно, адрес отправления, адрес получения, тип груза и номенклатура также указываются в заявке. Есть еще один способ расчета времени на прохождение точки, который заключается в обучаемости системы с помощью мобильного клиента. Когда водитель, приезжая на точку, фиксирует выполнение работ, то есть выполняет команды «прибыл, начал работы, убыл», в этот момент система накапливает статистику прохождения этой точки в разрезе клиента, к которому он приехал. При посещении этой точки определенного количества раз, например, пяти раз, в следующий раз при построении маршрута к этому клиенту будет использоваться среднее время прохождения этой точки. Также возможно учитывать время на выполнение дополнительных операций, например, на осуществление доставки груза до двери, подъемный этаж и прочее. На это тоже необходимо время, которое можно заложить в план. В общем и целом, это все способы расчета времени на работы погрузки и разгрузки, которые есть в ТМС. Если этого недостаточно, то всегда можно разработать уникальный механизм под любые потребности. Следующий пункт – это время в пути. Когда водитель выезжает в рейс, на него могут повлиять и внешние факторы, которые заранее предугадать непросто. Этими факторами могут быть пробки, ремонт, реконструкция или временная блокировка дорог, ограничение на въезд в зону и определенным транспортным средством. Что на этой системе может предложить? Построение маршрутов с учетом текущей ситуации на дорогах, то есть учет пробок, заграждений и ремонтов. Система спрогнозирует на основе исторических данных загрузку дорог на момент планирования маршрутов. А если необходимо оперативно повлиять на маршрут, по информации, которая еще не внесена в картографические сервисы, тогда можно вручную, локально обозначить ограничения на определенных дорогах через личный кабинет карт. Следующее – это построение маршрутов с учетом пропусков, запрет либо разрешение построения по МКАД, третьему транспортному польцу и так далее. На случай, когда определенное количество транспортных средств могут доставлять груз в зону, например, въезжать в МКАД, а остальные нет, это также можно учесть. И третий вариант – это регулирование средней скорости транспортного средства. На примере картографического сервиса HIA Technologies рассмотрим кейс с обычным построением маршрута между двумя точками и построением того же маршрута, но с заблокированной дорогой. Сейчас я включаю демонстрацию экрана и показываю систему TMS. На экране, я надеюсь, у вас отображается картинка системы TMS. Вкратце про рабочее место. Что сейчас изображено на экране? Это рабочее место, которое можно разделить на четыре части. Это карта, список заявок, которые нужно распланировать, список транспортных средств, которые мы даем системе для того, чтобы мы планировали рисы, и параметры настройки этого рабочего настройки, автоматического планирования и отображения здесь. Сейчас выведена на экран, подготовлена одна заявка, у которой адрес отправления Берзарина 22, адрес получения вершине на 10. Очевидно, при планировании у нас маршрут должен построиться по дороге, которая прямиком ведет к этой точке. Для того, чтобы мы спланировали, я выполняю команду спланировать. Сейчас мы в процессе планирования рейсов увидим результат дороги. Пока планирование осуществляется, перейдем в личный кабинет Hea Technologies. Здесь определенная ссылка с определенным ключом, и на карте отображена та же самая дорога, на которую сейчас мы планируем рейс. У нас адрес отправления вот в этом месте, адрес получения вот в этом месте. Если мы установим определенные настройки и выделим эту дорогу, то мы сможем скопировать определенную ссылку с этого личного кабинета, которую мы укажем в ТМС и запланируем дорогу. Так, результат обработан. Видим, у нас сформировался рейс с одной заявкой на машину А122СК. Дорога построена по прямой. Далее, что мы делаем для того, чтобы мы заблокировали эту дорогу оперативно? Переходим в настройки системы. Из личного кабинета я скопировал ту ссылку, которую я вставляю в настройки. Обводит рейс и вот с координатами. Пожму записать, закрыть. Дальше я рейс разбираю для того, чтобы мы спланировали заново. Чуть-чуть поменяю адрес получения для того, чтобы у нас был... Это как новый адрес, будто бы. Обновляю рабочее место и жму команду спланировать. Так, и сейчас при установке данных настроек, при повторном планировании у нас маршрут должен быть построен не по той дороге, по которой он был в первый раз. Так, рейс создался. На фоне мы видим рейс. Маршрут стал объездным вокруг всего этого квартала, потому что вот эта прямая дорога была заблокирована в личном кабинете. Так, вот. Демонстрацию отключаю. Переходим обратно к презентации. Следующий слайд. Вкратце проговорим, какие картографические сервисы интегрированы в TMS. Это Axelot, Google, HIA, OpenStreetMaps, а также Яндекс.Карты. Помимо всего прочего, кроме расчета времени маршрута, мы также можем не только рассчитать, но и ограничить. Например, когда длительность рабочего дня водителя не должна превышать 10-12 часов с учетом выезда и заезда в точку дислокации, ну и проще говоря, в гараж. А если маршруты долгоиграющие, например, межрегиональные, когда рейс длится от нескольких дней, тогда учитывайте режим труда и отдыха. Все это время на сонный отдых можно заложить в план. Касательно первого вопроса точного расчета времени работы водителей, думаю, что разобрались. Идем дальше. Следующий пункт – это учет стоимостного критерия как на этапе маршрутизации, так и на этапе подбора перевозчиков. При планировании рейсов система TMS может преследовать разные цели. Это, например, минимизация пробега всех транспортных средств, минимизация времени работы водителей и минимизация стоимостных показателей собственных наемных транспортных средств. Сегодня на вебинаре мы рассмотрим третий вариант, как система выбирает оптимальный транспорт, основываясь на стоимости рейса. Например, как выгоднее отвезти груз двумя полторашками, то есть машиной грузоподъемностью полторы тонны или одной трешкой. Отправить в противоположное направление сформированного рейса одну машину или доставить ее второй. А может и вовсе эту заявку невыгодно ввести и ее необходимо перенести на другой день. Для решения поставленной задачи, именно решение стоимостного выражения, TMS интегрируется с сервисом AxelotScap. Данный алгоритм позволяет гибко учитывать все факторы, влияющие на формирование стоимости рейса. Например, стоимость за недоставку груза, стоимость за активацию дополнительного транспорта и так далее. При построении маршрута в системе анализируются следующие факторы. Первый фактор – это на уровне каждого документа, заявку на перевозку груза, можно установить определенную сумму, некий штраф за недоставку этой заявки до клиента, который будет анализироваться при планировании. И если сумма штрафа будет больше, чем стоимость активации дополнительного транспорта, то заявка будет спланирована. Иначе нет. Но в зависимости от конкретного бизнес-процесса возможно предусмотреть, независимо от штрафа, планировать все заявки. Следующий фактор – это на уровне каждого транспортного средства можно установить следующие параметры. Стоимость за активацию, то есть для наемных это может быть базовая стоимость предоставления транспортных средств. Для собственного парка это какая-то определенная сумма расходов, которая может складываться из зарплаты водителя расходов на ГСМ. Стоимость заездку – это, проще говоря, стоимость за один выполненный рейс, в котором будет точка погрузки на складе и разгрузка у клиента. И стоимость за точку маршрута. Также устанавливаются параметры стоимости за единицу расстояния и единицу времени, в километрах и часах. При правильной установке стоимости система будет решать задачи следующего типа. На слайде приведен пример условный рейс, который состоит из четырех точек. Склад погрузки и три клиента. По этому примеру приведены два сценария. Первый – это экономия пробега, когда мы едем строго по маршруту. И второй – это экономия времени, когда одна из точек еще закрыта, и мы либо ждем, либо объезжаем. По условиям задачи один километр маршрута стоит 20 рублей, один час работы водителя – 300 рублей. Маршрут не предполагает возвращения в гараж. Если водитель едет сценарием склад клиент 1, 2, 3, то клиенту 2 он приезжает за один час до приемки и просто ждет, пока его не примут. Вот здесь на слайде ожидание 1 час, потому что он принимает с 10, а мы приехали к нему в 9. В этот момент у кого-то может возникнуть вопрос, а почему система строит маршрут с простоями? Можно же уехать от клиента 1 к клиенту 3, как раз приедем к открытию точки, а потом вернуться к клиенту 2. В этом случае, если просчитать упрощенную схему, которая представлена внизу слайда, то при прочих равных условиях с ожиданием в один час по первому сценарию стоимость рейса получится на 500 рублей меньше. Данные стоимостные показатели для транспортных средств позволяют связать и с перевозчиками. То есть на уровне каждого перевозчика можно указать свои стоимости и использовать это как при планировании маршрута, так и в момент назначения транспортных средств. Как назначать транспортные средства после планирования с минимальными ценами мы рассматривали на одном из предыдущих вебинаров по правилам подбора перевозчика на рейсе. Второй вопрос мы рассмотрели, переходим к следующему. Возможности поиска наилучшего решения с различными сценариями планирования. Не всегда один раз выбранные настройки, которые показали лучший результат, будут повторять в течение нескольких дней этот лучший результат. Для решения вопроса система предполагает механизм сценариев планирования на языке системы, это волны планирования. На одном объеме заявок система может предложить несколько решений без лишних нажатий, что немаловажно сравнивать их. То есть не нужно каждый раз устанавливать определенные настройки, чтобы видеть результат первого планирования. А потом записать результат, потом изменить настройки и спланировать еще раз. Как это выглядит в системе я сейчас продемонстрирую. Я снова включаю показ экрана. Подождем чуть-чуть, когда он покажется во всех на экранах. И что есть в системе. В системе это у нас называется волны планирования. Здесь я заранее подготовил 4 сценария. Первый сценарий – это решатель XeoScap и 3 сценария механизмного сбережения Clark Wright. В каждом сценарии установлены свои настройки. Тут условно первый настройка коэффициенты. Четвертая настройка – это максимальная длительность рейса 8 часов и загрузка 85%. Что мы здесь можем видеть? Сейчас пока что для одновременного запуска всех сценариев планирования на списке заявок в 238 штук и транспорта в 32 штуки, мы сейчас выделим все четыре строки и выполним команду «Планировать». То есть мы сейчас одновременно планируем несколько вариантов настроек на одном объеме заявок. Здесь мы видим начало периода планирования, то есть все заявки, которые сейчас планируются, они на 22 марта. Если я укажу другое число, у меня будет другое количество заявок в зависимости от того, сколько их нападало из корпоративной системы. Дальше. Пока он обрабатывается, вот в состоянии этих сценариев отображено в поле состояния потока. В зависимости от механизма сбережения, тут по-разному отображается. Вот, например, механизм сбережения с коэффициентом 2 у нас уже обработан, и система предложила результат 18 рейсов, общее расстояние 129 километров, длительность 63 часа, ну и спланировали все заявки, то есть не спланированных заявок нет. Второй вариант с коэффициентом 4 нам предложил 17 рейсов, расстояние чуть меньше, время чуть меньше, относительно первого варианта он чуть оптимальнее. Следующий вариант с длительностью 8 часов и ограничением 85% загрузки, мы видим 12 рейсов, но тут дистанция 222 километра. И последний вариант, но не по качеству, он предложил нам 12 рейсов с расстоянием 130 километров, длительностью 47 часов и относительно трех вариантов снизу он показал наилучший результат. Мы на основании этих данных, на основании четырех сценариев видим, что вот этот самый оптимальный, мы его принимаем и создаем рейсы. Вот на основании этого у нас получаются вот такие сценарии. Пока с экрана отключаю, переходим обратно к демонстрации, презентации. Так, следующий слайд. ТМС как инструмент оценки точности планирования, эффективности установленных норм и обработки отклонений в режиме онлайн. После установки всех настроек в ТМС встает такой вопрос, а как понять, насколько точно мы все настроили? В ТМС есть перечень отчетов, которые позволят сравнивать плановые фактические параметры, то есть что спланировала система и что получилось по факту. При использовании мобильного клиента или интеграции с серверами спутникового мониторинга в ТМС записываются в режиме реального времени фактические данные по исполнению рейсов, которые в последующем можно будет отразить в едином отчете, например, в планфактном анализе. Хочу отметить, что для отражения фактических параметров необязательно наличие мобильного клиента или интеграции с серверами спутникового мониторинга. Ввод фактически данных об исполнении рейса возможен сотрудниками через специальное рабочее место контроля исполнения рейса. Если вдруг рейс пошел не по плану, например, диспетчер или водитель получили информацию, что клиент принять не сможет, то силами диспетчера через рабочее место или водителя через мобильный клиент эта точка отменяется, а маршрут пересчитывается автоматически по оставшимся точкам. По итогу видим сравнение плана с фактом, например, разницу в пробеге – это поля, длина маршрута, план, факт и пробег из путевого листа, разницу в длительности рейса. Если разница невелика, значит, настройки приближены к реальности. Если разница ощущается, разбираемся в причинах. Программные причины мы рассмотрели в начале вебинара. Это может быть несоответствие средней установленной скорости в ТМС с реальной скоростью. В этом случае вносим корректировки через ТМС или через личный кабинет картографических сервисов. Если дело в погрузочно-разгрузочных работах, например, водители в среднем выполняют работу быстрее, меняем, запускаем новое планирование. На этом у меня все. Передаю слово Николаю. Спасибо, Сергей. Сейчас я бы хотел рассказать о результатах внедрения Axelot TMS у наших клиентов. Компания Elkom Electro – это один из лидеров дистрибуции кабельной и электротехнической продукции в России. У компании имеется обширная сеть региональных представительств и офисов продаж. Перед автоматизацией ставились следующие задачи. Эффективное планирование маршрутов, увеличение скорости и качества доставки, контроль за исполнением рейсов. В результате внедрения компания получила увеличение производительности по формированию рейсов в два раза. Время формирования рейсов уменьшилось до 3-5 минут. Время заказа стороннего транспорта уменьшилось вдвое. Обработка всех поступающих заявок производится в течение рабочего дня. Также введем учет всех возможных видов расходов при выполнении рейсов. Компания Тульский молочный комбинат является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Тульской области и выпускает более 70 наименований молочной продукции. Особенностью логистики в данном случае является то, что у Тульского молочного комбината имеется два направления транспортной логистики. Во-первых, это доставка сырья на производство, которое осуществляется собственным специализированным транспортом, и доставка готовой продукции своим клиентам, для которой используется наемный транспорт. В результате внедрения системы Аксилот ТМС Тульский молочный комбинат получил учет и обработку заявок на доставку груза, автоматическое распределение заявок по маршрутам согласно расписанию своих клиентов, контроль и исполнение рейсов с возможностью использования мобильных клиентов для водителей. Группа компаний Агроэко – это один из крупнейших производителей свинины в России. В 2021 году компания заняла пятое место среди крупнейших представителей отрасли. В рамках проекта нам необходимо было учитывать следующие условия работы компании. Это временные окна доставки, это правила биобезопасности, контроль санитарных норм, автоматический подбор вида транспорта и контроль за транспортным потоком. В результате внедрения компания получила сокращение времени при формировании маршрутов, а также общее снижение зависимости от человеческого фактора. Возможность планировать рейсы с учетом всех особенностей своей отрасли, полный контроль за передвижением транспорта и полную отчетность о деятельности своих сотрудников. Продолжение следует...